Когда она родилась и громко заголосила, акушерка сказала «Быть тебе певицей!» и словно в воду глядела. Говорят, все греки артистичны и очень темпераментны от природы, а она как раз из семьи понтийских греков, поэтому музыкальность у неё в крови. Путь на большую сцену ей открыла победа во всесоюзном телевизионном конкурсе с песней по жизни, где она, кроме профессиональной премии, получила ещё и приз зрительских симпатий. Она первая исполнительница шлягера «Стара печаль, моя стара». Публика сразу оценила и полюбила её мощный и такой проникновенный голос. За работоспособность и преданность сцене её прозвали «Кобзон в юбке». Она объездила с концертами всю необъятную нашу страну и с гордостью называет своим домом Советский Союз. Сегодня моя героиня – заслуженная артистка России Ксения Георгиади. Здравствуйте, моя дорогая Ксения Георгиади. Я помню свой восторг всю жизнь, когда по радио какой-то концерт идёт. Все же слушали радио. Или по телевизору концерт какой-то идёт. И вот вдруг объявляют – песня такая-то – поёт Ксения Георгиади. И все прям бежали слушать, потому что это было такое… Правда? Да, правда. Я не знала, что так. Нет, что вы! Мы так любили это все. Очень мама любила, очень бабушка любила. И мы, девчонки, мы обожали совершенно, как вы поёте. И голосом вашим наслаждались совершенно точно. Спасибо. Поэтому у нас в гостях сегодня Ксения Георгиади. Я хочу спросить вас первым вопросом о вашем народе, о греках, которые поют. Все поют. Да, да. Очень музыкальные люди, как вот говорят, что вот эта южная кровь поёт, вот это море и так далее. Расскажите, пожалуйста, о ваших корнях. Может быть, вы что-то знаете о бабушках, дедушках, о каких-то более далёких предках, Ксения? Более далёких я не могу сказать. А вот знаю, что бабушка, вот её родители, я уже не знаю, вот бабушка – это папина мама, да? Они из Трапезунды. Это сейчас территория Турции. Из Трапезунды. И вот она рассказывала, ей было 9 лет, что ли, или 10 лет, в общем, совсем маленький, на лодках. Когда я сейчас вижу вот такие кадры, где люди пытаются пересечь какой-то канал или по морю, чтобы приплыть, скажем, к Франции или же к Италии, и их не пускают, и мне так больно. А я-то этого не знаю, вот весь этот ужас, который испытала и бабушка, и дедушка, они были ещё, ну, дети, 10-12, вот так вот. И они с таким трудом переплыли, как вот оттуда, да, по Чёрному морю, на берег, так сказать, нашего Кавказа. А представьте себе, то есть это сколько надо плыть? Это не вот тебе от берега до берега. Да, вплоть до того, что на плотах ещё что-то такое говорил папа, ему рассказывал его папа, что вот они вплоть до, на плотах, наконец, добрались до суши, что-то вот такое страшное. Они спасались, да? Они спасались, да. И вот так на побережье Чёрного моря имеется в виду, там, Гантиаде, Гагра, Гудаута. Вот я родилась в Гудаутах, я уже родилась в Гудаутах. А родители мои, вот, они оттуда из Трапезунды, бабушка, они оттуда. У бабушки даже был паспорт. Был паспорт, да, и она всё время говорила, вы вместе со мной, мы сразу туда вот приедем, в Грецию, и нам дадут дом, нам дадут всё, как беженцы, как это, уговаривала уехать. Почему? Дело в том, что была высылка греков. В войну, да? В 49-й год, это послевоенное время, их выслали. А как? В 5 утра пришли к ним и сказали, собирайтесь. Они даже не могут понять, ну, представьте, да, человек спал, ему говорят, собирайся. А там уже стоял грузовик, где уже были люди. То есть, например, вот простынь, и туда складывали вещи необходимые, которые самые лучшие, что у них есть. И вот так вот завязывали узлом, и их сажали вот в этот грузовик. И папа говорил, что, как, говорит, селёдки, вот так вот мы, говорит, в банке были. И везут куда-то. А куда? Мы стали думать, а куда нас везут? Когда их привезли на вокзал, они подумали, что в Грецию везут, потому что была такая фраза сказанная потом. Что вы здесь делаете? Езжайте в свою Грецию. Было такое тоже. В итоге вот так они оказались, их привезли в... В Казахстан. В Казахстан вообще станция называлась Туркестан. Не было города. Город они построили, эти греки, которых туда привезли. Они построили город, который называется Кентау. Сначала были такие дома одноэтажные, бараки. Потом вообще греки, понтийцы особенно, они не могут без того, чтобы что-то не выращивать. Сразу же нашли там куски земли, здесь арбузы растут, здесь дыни, здесь помидор. Боже мой, вспоминаю в моем детстве, какие помидоры, сейчас таких помидоров нет. Не бывает. Это такая была вкуснота вообще неописуемая. Получился греческий город. Да. Как вот этот небольшой Кентау, греческий город. Греки не задавались вопросом, за что? То есть почему их выселили? Ну, дело в том, что, видимо, правильно. Или в те времена об этом вообще никто не думал. В те времена ни одних греков высылали. В те времена высылали и других. Это правда. Наверное, в памяти у людей были еще и 38-й год. Да, жив. Да, и поэтому они как-то боялись вообще на эту тему говорить. Жив, и слава богу. Папа работал на шахте Миргалимсай. В принципе, мы так думаем, что из-за этой работы там на шахте он в итоге потом заболел раком желудка. И в общем... А мама с детьми? А мама с детьми, да. Мама вообще уникальная женщина. Она могла все, что бы она ни делала, как говорят, из ничего, не буду говорить плохое слово, конфетку сделает. Мама моя всегда говорила, господи, ну надо же. Она туда положила и орехи, и то, и все, и всю вкусняшку. Надо умудриться, чтобы это сделало невкусно. Это было невкусно, да. Мама вот так всегда говорила. О, ничего себе, она и это положила, и то. А они делали из трав, траву собирали, знали какую. Даже одуванчики, я помню, забирают. Шливку, да, да, да. Да, даже одуванчики шли. Добавляли туда лучок зеленый, рис, и все это, я помню, это хорторика, хорторика, так говорили. То есть зелень какая-то, но с рисом. Это так вкусно было вообще. А у вас дома говорили по-гречески? Вы росли, зная язык? Нет, 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 нет. Мы на понтийском кое-как тоже говорили, потому что, ну, жили в России, естественно, надо в первую очередь знать русский язык. Конечно, понятно, как же жить, да. На понтийском говорил папа. Мама пыталась запомнить что-то, слушали музыку. Я тоже какие-то слова помню там на понтийском диалекте. Но самое интересное, вот был очень популярный фильм. У нас он назывался «Сертаки» или «Бузуки». «Сертаки», по-моему, где играла суперзвезда греческая Алики Вуиклаки. Весь фильм музыкальный. Одна греческая музыка. «Бузуки» играет, танцует. Так вот, все сеансы, которые были, на всех сеансах была. И я, и мама. Мы ходили на все сеансы. Вот, я понимаю, конечно. А вот не знаешь, почему, а ты смотришь и плачешь. Слышишь музыку и плачешь. Почему? Ну, это генетически так. Это внутри. А тебя это невозможно объяснить. Объяснить невозможно. А когда вы запели, Ксения? Я, ну, где-то, наверное, с класса восьмой, седьмой. Это вы все еще жили в этом, в Кентау? В Гантиаде. И с Кентау решили, что надо все-таки возвращаться к себе на Кавказ, потому что был дом и мандарины, плантация мандарин были. Это было в Гудаутах. Поехали сначала на разведку мама с бабушкой, потому что это было на имя бабушки, чтобы как-то это вернуть. Ничего подобного. Ничего подобного. Вот эта фраза еще раз была услышана. И вы греки, вы езжайте в свою Грецию. Да, вот так сказали. И бабушка тогда говорила, я хочу умереть в Греции, пусть мои кости будут там. Вот такая у нее была обида. Обида, конечно. В итоге она умерла, и она в Кентау. Да, а мы через какое-то время решили все-таки поедем. А папа жив был? Жив еще, да, жив-жив. Он в Гантиаде умер. И мы поехали с детьми, вот я, брат и сестра. Вот, и приехали мы туда к родственникам. Но сколько ты будешь у родственников, чувствуешь себя все равно как-то не очень, да? И папа взял, построил там типа кибитки. Кибитку, да, 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 да. В общем, в итоге он устроился на щепзавод, потом, в общем, короче, нашел работу. Это все в Гудаутах? Это все уже в Гантиаде. Уже в Гантиаде. В Гантиаде. В Гудауты больше не вернулись, потому что дом не отдали. И запели вы в Гантиаде? А запела я в Гантиаде, да. Я училась там, в хейванской школе. Были всякие вечера школьные. И пела все вот эти вот популярные тогда песни. Такие временные. Советские, да? Советские, да. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9. Ребят, грустно. И вы мечтали стать артисткой, Ксения? Сколько себя помню. Прямо вот артисткой, да? Да. Певицей. Да. А папа с мамой что говорили? Большое кино можно снимать, если мы его снимем, да. Короче, получилось так, что я устраивала там всякие концерты. У нас там была поляна, где играли в футбол дети. И мужчины тоже взрослые. Я развешивала везде афиши, писала, что вот концерт. Сама писала. Сейчас сама, печати же нету. Писала, что у меня все были народные артисты. Я была заслуженной артисткой. Мне тогда казалось, что вот заслуженная, это заслуженная же. А народная, ну, народная, как-то это ближе к народу, не профессиональная. А я уже профессиональная, заслуженная. Оказалось, все наоборот. По-моему, я вот как бы себе вот дала такое, это самое, дорожку. Направление, да. Направление, куда идти. В итоге, значит, концерты проходили вообще на аншлагах, скажем так. На этой полянке, да? На этой полянке. Приходили все с удовольствием. Смотрели, я делала там всякие эти самые костюмы, шила. А из чего шила-то? Ничего шли было. Ну, мама моя, я же говорила, что мама у меня вообще все могла сделать из ничего. Она и шила даже. И я нашла там в диване, вот так поднимаешь, а там такой типа ящик. Ящик, да. И там всего набрала, там, ага, вот большая ткань, на юбку хватит. Увидела мамин воротник из чернобурки. Испортила? Испортила. Я его просто порезала на тоненькие ленточки с обратной стороны и на юбку эту нашила. О, дизайн. Вот жаль, что тогда не было в моде фотографироваться. Фотографироваться, да. От мамы попало? Нет. Ой, мама молодец какая. Нет, не попала. В общем, я была в мексиканский танец танцевала, там, шаль взяла чью-то на себя, значит, это. В общем, короче, люди с удовольствием ходили на эти. Конечно. Чуть ли не каждую субботу и воскресенье делала вот эти вечера. И решили стать артисткой. И решила все. Тем более, что и в школе тоже без меня не проходило. Не обходилось. Нет. Директор вызывал, и я думала, что будет, почему меня директор вызывает. Оказалось, надо сделать вечер. И я возомнила из себя, что мы, да, он меня как смотрит, как меня любит. И все говорили, наши резиновые девочки, я акробатический этюд исполняла. А, еще этюд. Да, я пела, танцевала. Я решила все, я буду артисткой. И все это Богом дано. И когда я объявила после окончания школы, что я говорю, мама, я поеду в Москву. Надо билет купить. А зачем, она говорит, в Москву ты поедешь? Я говорю, как зачем? Я же на артистку буду поступать. Что? Она мне говорит, ты что, с ума зашла, что ли? На артистку поступать. Здесь ты артистка. В Гантиаде. Москва. Ты понимаешь, соображаешь вообще, что ты говоришь? Я говорю, вот ты увидишь, мама, я буду артисткой. Вот ты увидишь, мама, я буду артисткой. Я так это сказала, что она стала думать. Я вижу, что она стала сомневаться. Сомневаться, да. Что мне делать? Стала она просить папу меня отпустить. Но я не буду говорить, как папа на это отреагировал. Да, гневно, да? Очень. Плакала, объявила голодовку. В итоге... Ой, бедолага. Девчонка. В итоге папа и мама, видимо, его убедила, что, господи, как будто она поступит. Да давай ее отпустим и вернется. Ну и отпустили, купили мне билет, я поехала. Одна? Одна. Приехала там у нас парень соседский. Он там учился в Москве, в Месси. С ним договорилась мама. Я приехала, встретил парень и пошла. Я пошла в театральное училище имени Щукина. Почему-то первый тур я прошла. Второй тур меняется не репертуар. Я то же самое читала, но только менялась жюри. А вторым я не понравилась. Ну и в итоге думаю, ну ладно, все. И я случайно опять-таки... Ну это не случайно, это вот сверху. Это сверху. Да, это как вы говорили маме, это бог мне дал. Да. Иду я по улице Горького, спускаюсь вниз, телеграф вот где. И за мной увязался мужчина. А мама меня все время, Ксенечка, я тебя очень прошу. Вот чтобы никому, ни одного мужчине не разговаривали. Вот будет говорить, ты молчи. Вот будешь молчать, все, отойдет. А заговоришь, не отойдет. И будешь, не дай бог, я тебя очень прошу, иначе меня папа убьет. В общем, она меня так убедила. И я иду, и этот... Говорит что-то мужчина, я иду. И потом говорит, а хотите я вам скажу, откуда вы приехали? Вы не москвичка. И говорит, вы приехали с Кавказа. Ну черненькая, наверное, поэтому. Я не знаю. И вдруг он говорит фразу, которую я... Естественно, откуда вы знаете, я сказала. Заговорила немая. Он говорит, вы приехали поступать в театральный? Я говорю, вы откуда знаете? Все. Начал он мне говорить, что я, говорит... Он действительно был композитором. И он шел как раз в сторону дома композиторов. Вот по эту сторону как раз. И говорит, а хотите я вас послушаю? Говорит. Я композитор. Я могу вас послушать и сказать, есть у вас шанс или нет. Вот. Пойдемте. А я думаю, ой, мама, что мне говорила? О, вот я заговорила. Куда-то сейчас поведет меня. А потом читаю. Дом композиторов. О, ну, дом композиторов. Значит, правда, композитор, да? А почему ноги шли, я не знаю. Зашли. Здрасте, здрасте. Ой, здрасте. Ему дают ключи. Поднялись на второй этаж. Он сел, стал играть. Композитор. Композитор же. А вы эту песню знаете? Я говорю, да. И на Марсе будут яблони свистеть. Потом. А вот Тбилисо, наверное, знаете Тбилисо. Запела ему Тбилисо. Он так. Так. Слух у вас есть. Слышите, интонируете чисто. Ну, если вы такая счастливая, давайте спустимся вниз. Там есть ресторан. Сюда обычно всегда приходит, потому что он живет в этом доме. Юрий Сергеевич Саульский. А Саульский в те годы был супер-бог популярный. С его оркестром ВИО-66. Заходим в ресторан. И прямо напротив сидит Юрий Сергеевич, кушает. Саульский. Саульский. Слушайте, ну это чудеса какие-то. Юр, вот смотри, вот я сейчас послушал, девочка там это. В общем, я все слышу, все нормально, все, никаких этих самых... Да-да-да-да. ...поползновений, скажем так. И приставаний. Да. И он говорит, ну что, ну приезжайте в это самое, на базу, на нашу репетиционную. Я вам сейчас напишу. Он написал мне. И мы, говорит, вас послушаем. И я вам скажу, куда, что, чего. Я приезжаю в это свое общежитие. И девчонки одной, и Тамаре, говорю, Тамар, я как-то одна боюсь. Я говорю, поехали со мной вот на репетицию. И там они репетируют, и они заодно меня послушают, Юрий Сергеевич Саульский. И, в общем, короче, мы с ней приезжаем. А, идите сюда, говорит. Вот давайте, спойте нам что-нибудь. И трио село. Играть, да? Какие музыканты? Это я потом уже узнала. Какие музыканты мне, вот этой вот девчушке из Кавказа, вообще сидели, играли, и я пела. Баста кон луна. Слова мои. Мой был итальянский. То есть, что слышу, то пишу. Понятно, понятно, понятно. Ну, в общем, короче, послушал, говорит. А вы знаете что? А я вас порекомендую, говорит, во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Ого! Нифига себе, думаю. Правда, что ли? В общем, в итоге меня берут прослушать, когда уже все закончилось. Прослушивание. Да, да, да. Они уже всех взяли. Вас вне, как бы, конкурса. Да, потому что позвонил Саульский, позвонил Терлецкий, я помню, Владимир, по-моему. Это такие супермузыканты, которых, ну, как ослушаться их. И, в общем, в итоге я приезжаю туда, чуть ли не как в фильме. Приходите завтра. Я этого бедненького музыканта толкнула. Говорю, играйте. Он так сделал. Но он еще подыграл так. Да, да, да. Я говорю, играйте, говорю, вот эту вот песню. Он говорит, мне в какой тональности. Я говорю, что? А, говорит, понял. Ну, и стал мне играть. Я спела. Да, и на Марсе, и стоят девчонки. Что-то еще, короче. Они послушали и говорят, ну, ты выходи, мы сейчас посоветуемся тут. Я вышла, через какое-то время выбежал оттуда. Парень говорит, ну, ты в рубашке родилась. Тебя приняли. Я говорю, да ладно. Ой, это что это было вообще? Меня приняли. Вот так вот. Потрясающе. Александра Зацепин. Ну, ее все знали. Все знали. Я думаю, что она нравилась. Эту же песню она спела, то, что пела Таня Анциферова из 31 июня. И как-то на грамм-пластинке почему-то Анциферова зарубили. Ну, вот я записал Георгиаде, она была на пластинке. Ну, она приходила на запись, я помню, приходила, уже зная, конечно, песни все. И она один раз прошла под фонограмму пропела, я послушал, как, что там, все. И потом записали. И сначала до конца, никакого монтажа не было. Нет, целиком. Хорошо, что все у нее получалось сразу. Ну, потому что ответственно относится к записи. Она меня устраивала в этом отношении. Ну, во-первых, какой-то темперамент, во-первых, у них есть. Исполнительница там десяток можно найти, и вы на слух не определите, какая. Первая, вторая или десятая это поет. А Георгиаде вы сразу определите. Вот в этом заключается достоинство. Ну, что, Ксении желаю работать, чтобы голос сохранялся, не менялся. И вот такой оставался энергетика, чтобы тоже была такая же. Я думаю, что у них хватит энергетики еще на 50 лет. Ой, Александр Сергеевич, спасибо огромное. Да, он после этой песни, я ее слышала, только видела фильм, который... Да-да-да, бам был такой. Бам был, совершенно верно. И когда он мне это сказал, я, естественно, помчалась к нему записать. Сказал, давайте запишем, да? Да. Не прошла почему-то запись с Таней. Анциферовой. Да. И те композиторы, которые слушали, сказали, ну, что-то как-то вяло спела эту песню. Надо немножко экспрессия, чтобы была. Говорит, надо поживее было спеть. Говорит, надо найти другую певицу, мол, записать эту песню. Так было, как он мне тогда говорил, когда он мне позвонил. И я вот по этому к нему приехала и записала. Со второго раза. Первый раз записали, послушали. Да, что получилось, да. Что получается. А потом еще раз. Все, записала, и после этого он стал мне звонить. А вот когда вы слышите или поете песню, вы чувствуете и понимаете, что ее будет петь весь народ там следом за вами? Нет. Нет. Вы поете просто вот для себя? Я пою, потому что мне это нравится. У меня был случай, когда он позвонил, Александр Сергеевич, и говорит, что надо записать к фильму, спортплотовую 82, песню. Я говорю, да, мы улетаем. И я, ну, никак не получаю. А во сколько у вас там самолет? Не помню. В 4, в 5? А вы ко мне, говорит, днем приедете, и от меня поедете в этот самый. То есть, ну, Александр Сергеевич сказал. Значит, естественно, мы собираемся все сначала к нему домой. И записала я эту песню, которая прозвучала в спортплоту 82. И мы после этого уже потом поехали в аэропорт. И еще там песни я пела его. «Колесо судьбы» спела еще потом для пластинки. А у вас есть любимая какая-то песня, Ксения, из вашего репертуара? «Старая печаль» Саульского. А, да, прекрасная песня. А нам еще нравится «Поезд юности». Помните такую песню? Ой, комсомольская песня. Да, да, да. Ну, это было лет 6 назад, наверное. В Казани я пою, значит. И после концерта ко мне подходит парень, возмущенный. Вообще, что это такое? Ну, почему? Ну, почему вы не спели песню? Он не «Поезд юности» сказал. Он сказал «Рано или поздно» вот эту песню. А, я говорю, комсомольскую песню вы хотели услышать? Ну, типа, комсомол уже его нет. Давным-давно. Да, а вы хотите это? Он говорит «Такая песня хорошая». Я ее включила потом. Рано или поздно все сугробы тают. И ломают реки старый лед. Рано или поздно люди вырастают. И вот именно он эти слова запомнил. И говорит, почему вы это не спели, эту песню? Рано или поздно все сугробы тают. И ломают реки старый лед. Рано или поздно люди вырастают. Вот и подошел наш черед. А юность — это смелость. А смелость — это почерк. И мы найдем страницы для наших строчек. Мы найдем дорогу, куда зовут рассветы. И где на поиск счастья берут билеты. Вот о чем я еще хочу спросить. В вашей жизни было огромное количество музыкальных конкурсов и музыкальных побед. Конкурсов, где Ксения Георгиади не заняла бы первое место, в котором она участвовала, или стала лауреатом, вообще не было. Дело в том, что я тогда не как солистка работала, а работала солистка ансамбля «Фантазия». И руководитель, музыкальный руководитель был у нас Юра Чернавский. Да. Юра Чернавский — это Юра Чернавский. И он заставлял, он делал какие-то композиции. Там какие-то хватаешь ноты второй октавы, там это. Я говорю, Юра, ну я не возьму это. Возьмешь, я тебе говорю, давай. У него свой стиль был. И музыканты всех других групп стояли за кулисами и слушали, как играли наши музыканты, вот этой группы, и какие были композиции. Поэтому была такая гордость. Кстати, тогда в Сочи ко мне и Алла подошла и говорит, знаешь, что я буду делать свой театр, и я тебя приглашаю работать со мной в моем театре. Я тогда осмелилась, в принципе, я была солистка ансамбля, да, осмелилась и сказала, да нет, ну что, я, значит, буду стоять сзади тебя и подпевать тебе, что ли? Я говорю, нет, я так не хочу. Она убеждала меня, что, говорит, да нет же, что ты, будешь тыпить, я тебе буду подпевать. Я говорю, да нет, я не верю, что так может быть. Я отказалась, жаль. Ну, конечно, ну, наверное, просто маленькая была еще, молоденькая слишком, да? Да, пацанка еще такая. И потом мы с ней встретились еще, это когда она уже победила, и, ну, с этим Арлекина, Арлекина, вот, и мы с ней работали по три концерта. Честное слово. Три концерта дворцы спорта, семь дней в Одессе. Битковые аншлаги все шли на Аллу Пугачеву. Конечно. А мы были в первом отделении группы «Фантазия». А вы чувствовали себя, как вам сказать, звездой не хочу, глупой какая-то история, а вот таким человеком, Иосифом Кобзоном, чувствовали себя, который вот стоит на сцене, поет, вся страна на него смотрит и вся страна ему подпевает? Что бы он ни пел? Нет, вот такого я не чувствовала, потому что у меня всегда как-то вот были свои песни. То есть мне мои музыканты писали песни, предлагали. Ой, как здорово, ой, мне нравится. И я вот в этом, может быть, я что-то и теряла. К счастью, наши маститые композиторы, это Павел Кузьмич Даницкий, Мажуков, Саульский, Слава Добрынин, они предлагали свои песни, и я еще и их песни, к счастью, пела, слава богу. Поэтому вот такого нет, я не чувствовала, просто я услышала фразу одну, и после этого меня стали так называть. Как? У меня один день было четыре сольных концерта. В один день. Чего себе? Сольный концерт, то есть час сорок пять, как минимум, идет концерт раз, и так четыре раза. Это невозможно. Это было в городе, по-моему, Братск или Ангарск. Вот я вот сейчас буду, куда самолеты прилетают, куда, Братск или Ангарск. В общем, короче, мы прилетели, Слава, так звали этого администратора, говорит, быстрее, быстрее, ребята, мы же со своей аппаратурой ездили тогда. Вот давайте быстрее, быстрее, у нас концерт. Какой концерт? Я говорю, у нас же 6,8. Он говорит, нет, 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 у нас первый начинается в 14, потом в 16, потом... И, в общем, вот так вот четыре концерта. Что, говорю, как? Вообще обо мне подумал? А как я четыре... Я выдержу? Это же с ума сойти. Конечно. В общем, возмутилась, все. Ну, а что делать? Он говорит, все билеты проданы. Да, люди все ждут. И вот так вот мы отработали, и у меня был один, как сказать, коллектив, два человека, большие куклы в рост. Такой номер шикарный, просто все смеялись, там, с хохмами такими, вот две пары, как две пары, и как они там друг к другу обращались, как они там, ну, как сказать, заигрывали друг с другом. В общем, такое что-то смешное было, зал всегда смеялся, их принимали хорошо. И для меня это было хорошо тем, что я могла хоть отдохнуть, попить быстрее чайку, переодеться, снять эту мокрую одежду и одеть что-то новое, другое. Вот. И вот так четыре концерта. И этот Валера Мазепа, он стоял за кулисами, смотрел, а потом меня так и обозвал. Ну, ты Кобзон в юбке. Так он меня назвал. И так и пошло Кобзон в юбке. Кобзон в юбке. Катя Семенова. Катюша. Она вот артистка по-настоящему. Восхищает меня все время. Вот это ее какая-то абсолютнейшая негламурность. Она сама себе костюмы придумывает. Она не разрешает себе расслабляться. Я не помню Ксюшу, там, я не знаю, в каких-то тренингах с коленками, в какой-то... Нет, даже когда она сюда приезжала, я никогда ничего про нее не читала плохого. К ней вообще не липнет. Потому что она абсолютно прямой, честный, настоящий человек. Я еще как бы быстро могу погордиться тем, что в репертуаре Ксении Георгиади есть несколько моих песен. Есть, есть. Спасибо тебе. Я считаю, что это для автора огромное везение. Я очень ее люблю. Я очень ей горжусь. Ты моя хорошая. Спасибо. Ну, ведь вы и в Греции успели поработать. Вот как интересно, да? А в Греции меня назвали Кокерой Тина Тернер. Красная Тина Тернер. Красная Тина Тернер, да, да, да. Я пела ее песни, там, волосы покрасила, такая выходила, там, подражала ей, короче, и голосом, там, это. Джо Кокера пела, там. Когда меня пригласили туда, я говорю, на греческом языке, мол, я хочу спеть песни, там. О, нет, на греческом не надо, у нас все поют, давай вот это. И я выходила в первой части большого-большого концерта. Концерт шел с 12 до 5 утра. А греческие вот песни такие, ну, не народные, а традиционные. Да. А вы стали петь? Потому что это же, мне кажется, очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Я их обожаю, я до сих пор пою, у меня в программе очень много греческих песен. Училась, слушала, вот прямо вот так вот. Да, да, да. Чтобы точно, чтобы мелизмы эти были греческие, а не цыганские или же армянские, скажем. Потому что они разные. А поклонники в Греции и в России разные? Абсолютно разные, это точно. Потому что у нас здесь очень много, у меня поклонниц, женщин. А там поклонники мужчины. Дяденьки, наверное, да. У них одно, на уме... Они, наверное, вас обожали и обожают. Ну, да, но это другое какое-то обожание было, которое, в общем-то, в принципе, мне мешало. Мне оно не нужно было. Да, мне это... Потому что я не собиралась там оставаться и завязывать какие-то отношения. Ну да, замуж выходить, да. У меня сын, и я думала о нем больше. А чем он сейчас занимается, Ксения? По образованию он юрист. Ой, у меня внук, значит, старший у меня уже поступил. Он, значит, второй курс сейчас будет, скоро у него начнется сессия. Политех он поступил. Он очень хорошо рисует, что мне говорит и сын, и невестка моя. Я говорю, хоть что-нибудь покажите. Вы все хвалите его, а я еще ничего не видела. Ничего не видела, да. Да, и все обещают. Да, 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 хорошо, хорошо. Очень ответственный парень. Ну, просто слишком серьезный. Мы разные очень. А младший вот заканчивает в этом году, он закончит. У него будет ЕГЭ, и там посмотрим. Школу, да, и там посмотрим, да. А вы греческую еду любите? Ведь это... Обожаю. Это очень вкусно. А вы что греческое любите? Голубцы, да? Да. Долмадаки. Потом из мусака, баклажаны. Потом слой фарш там делается, отдельно готовится. Вот, запекается это, бешамель сверху, соус это делается. Да я все люблю греческое. Но когда я приезжаю, мои уже знают, что обязательно хорта. Это значит салат из всякой зелени. Из зелени. Лимон и оливковое масло. Ой, как это вкусно. Греческое оливковое масло роскошное. Да. А музыка сейчас в вашей жизни присутствует? Конечно. Ну, конечно. Это моя жизнь. Вообще, я считаю, человек счастлив по-настоящему. Это когда он занимается делом, без которого он себя не представляет. Я себя не представляю без музыки, без песни. Я до сих пор, хоть, в общем-то, в принципе, уже давно пенсионерка, да? Я до сих пор учу песни. И получаю от этого огромное удовольствие. И вот это и есть счастье. Феликс Церикатин. Ксюшенька Георгия, где моя любовь. Ну, она всю жизнь была зажигалка, как восточная женщина. Во-первых, она берет своей простотой, несмотря на то, что она такая талантливая, такая популярная. Она настолько безумно любит зрителя, обняться, улыбнуться, сфотографироваться. Она вот такая вот. Она простая, доступная. Мне кажется, что это правильно. У нее в голосе настолько теплые ноты, она настолько харизматична в том, что она делает. Она делает это правильно. Мы скромные. Мы очень скромные. Мы не лезем на рожон, хотя это надо делать. И мы встретились на концерте. Я говорю, Ксюш, вот эта песня вот не твоя. А почему мы ее никогда нигде не слышали? Она говорит, да, ладно. Она звезда, она узнаваема. Она очень востребованная певица. Недавно мы отмечали ее юбилей. У нее был битковой зал. Он принимал участие в концерте. В теле было много артистов. Все замечательно. Нас просят, вот из тех соображений, что мы всегда такие добрые, хорошие. Кому можно позвонить? Ксюше Георгиане. Она споет для военных. Она для медиков споет. Она споет шефские концерты. И что, Ксюша скажет, я не поеду? Нет, конечно. И мы часто с ней пересекаемся. Мы отдаем добро. И от этого мы получаем удовольствие. Спасибо, мой хороший. Спасибо. Спасибо тебе. Ксения, от чего вы больше всего устаете? Самое неприятное для меня это мыть окна. Все остальное я с удовольствием делаю. Да. Там посадить что-то. Ой, я такой... У грека все растет, мы же знаем, да. Ой, у меня такие были огурчики, такие были кабачки вообще. Я бы здорово научилась очень хорошо ухаживать и делать, и удобрять так, чтобы было очень много клубники. А у вас где-то под Москвой дом, да? Я, да, я живу, да, за городом. За городом. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Смотрите, я желаю вам плавать в море жизни и удовольствия. Спасибо. И чтобы вокруг вас все время еще музыка звучала, и чтобы в душе у вас тоже она была. Спасибо. А мы будем продолжать слушать просто с восторгом песни Ксении Георгиевича. Спасибо вам большое. Ксения исключительная артистка. Она умеет дарить тепло, свет и доброту. Ее невозможно не любить, потому что она сама любит каждого, кто встречается на ее пути. Именно поэтому ее песни навсегда, и творчество бесценно. Субтитры подогнал «Симон»